И всем привет, ребят! С вами Сторванки, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня у нас на обзоре будет одно очень интересное устройство, на котором я в последний раз играл, ну, наверное, года полтора, может, даже два назад, когда оно мне выпало. И с тех пор я ни разу его не одевал, хотя, возможно, были определенные посылы к этому. И сегодня, наконец-таки, я до него добрался. Меня попросили записать обзор на это устройство, да и сам я в последнее время задумался о том, а почему я до сих пор его не использовал ни разу. Сегодня у нас речь пойдет о пушке Вулкан и устройстве про резинные снаряды. Это то самое устройство, которое дает вашей пушке возможность рикошетить от стен, всяких там холмов и прочих ограждений. И это то самое устройство, на котором можно делать очень большое количество полезных вещей. Что касаемо корпуса, то сегодня мы будем использовать корпус, какой же бы лучше взять нам такой вот интересный. Но можем, в принципе, остаться и на паладине. Можем остаться на паладине, хотя я даже на секунду задумался о мамонте. Ну ладно, пусть будет паладин. И будем стараться сегодня максимально качественно реализовывать данное устройство. В чем же его плюс? И за счет чего оно может набирать большее количество очков, нежели, например, устройство Адреналин, которое я лично советую всем использовать на пушке Вулкан. Так это тем, что если у вас попадается карта, на которой, как я уже сказал, есть большое количество ограждений, от которых вы можете рикошетить, то стабильно вы можете получать дополнительные очки, нанося урон по противнику, который даже не имеется в вашем поле зрения. Я, честно, не знаю, какое количество рикошетов возможно с этим замечательным устройством, но знаю одно точно, что до одного обновления их было меньше, сейчас этих рикошетов больше. Кто знает точное количество, можете написать в комментариях, будет мне интересно эту информацию узнать. По иммунитету на корпус мы, конечно же, берем иммунитет от поджога, а вот по дрону ловкач, ну окей, хорошо, пусть будет ловкач, все-таки в последнее время этот дрон очень хорошо себя показывает. И по режимам сразу скажу, что в регби CTF мне кажется, что это устройство реализовать потяжелее, а вот, например, в ЦПшке на какой-нибудь карте по типу... Ну, даже не знаю, что тут можно. Даже Дюссельдорф условный, да, Дюссельдорф, где есть большое количество ограждений, домов и прочих вот этих вот замечательных вещей, это устройство должно себя очень и очень круто показывать. Ну вот сейчас попытаемся в этом всем убедиться, да. Вот видите, в принципе, ну вот примерно вот так это работает, да. То есть вы наносите урон по стенам и рандомно по типам там, пусть даже небольшой урон, но он просто-напросто залетает. И как только, как только вы уничтожите какого-то оппонента, вернее, либо ваши тиммейты уничтожат этого оппонента, которому вы чуть-чуть там где-то рандомно надамажили, вы получите свои дополнительные очки. Вот в этом вся фишка. И за счет этой фишки мы сегодня постараемся поднять как можно больше очков. Не знаю, сколько у нас по итогу получится, но вот с первого такого небольшого заходика 55 очечий я уже заработал. При том, что... При том, что я... Ну, грубо говоря, да, то есть 2 кила сделал, и получается там уже с 3 или 4 даже противников еще по пятерочке заработал. То есть, ну, прикольно, прикольно, прикольно. Дополнительный бустик работает. Главное, конечно же, чтобы у нас резистов особо не было от вот этой вот замечательной комбины. Если резы не будет никто брать, то будет вообще просто великолепно. Так, ну и если уж есть тайминг на простое уничтожение, то мы будем тоже им пользоваться и стараться уничтожать противника. Так, меня сливают, но по очкам уже неплохо. Уже неплохо. Уже 130-очку я свою с двух респов оформил. Да, не знаю пока что с чем сравнивать, да, то есть адреналинчик бы условно себя бы покрасивее бы показал, были ли и нет. Если вообще здесь минус урон, по ощущениям его нету, но на самом деле может и быть, что с этим устройством, например, урон у пушки меньше, чем с адреналином. Ну, с адреналином понятно, чем у обычного вулкана, чем у обычного вулкана. Но я вот этот моментик, к сожалению, не рассматривал и не чекал. Но пока что даже вот с такими прямыми рикошетами что-то где-то залетает у нас. Единственная проблема то, что у меня кулдаун расходки, а скорость мне особо сильно не нужна. Может быть даже вторую катку мы попробуем сыграть с бустером. Попробуем сыграть с бустером. Ну, двухсоточка. Двухсоточка. У меня, кстати, есть с чем сравнить. У нас, получается, в этой катке играет молодой человек на хоре фрезе, да? То есть, ну, вот с хоре фрезом будем сравнивать, насколько будет у меня эффективно набиваться очки относительно этого молодого человека. Вообще, самое выгодное, наверное, мне занимать вот что-то вроде вот этой позиции, да? И здесь, получается, рикошеты должны и от этих холмиков залетать, и от стенок, и от домов, и от всего прочего, да? То есть, вот такие там даже какие-то выстрелы просто рандомные, да? И самое жесткое, да, во всем этом, то, что вы наносите урон на постоянной основе, да? То есть, за счет иммунитета от поджога вы кидаете всегда какую-то домашку, и рано или поздно вы просто, ну, хотя бы там одну тычку, да, один тик вашего вулкана даете по оппоненту, и за это уже пятерочку в свой карманчик сразу же зарабатываете. Да, это, конечно, очень дополнительно приятный бонус. Вот сейчас я по викингу там дал 5 урона. За 5 урона я получил 5 очков. Нормально? Я считаю, что это вообще бомба. Это просто бомба. Это шикарно, когда так работает, и когда у вас есть возможность получения на постоянной основе дополнительных очков. Вот даже, например, давайте так чуть-чуть накинем. Что-нибудь вот здесь вот еще кидаем. Ну, в общем и целом, прекрасно, прекрасно. Ну и катка, конечно, тоже довольно простая у нас с досрочкой. Можем даже попробовать, может, вторую каточку сыграть ТДМ-очку. ТДМ-очку, ТДМ-очку. Но команда у нас намного сильнее, чем у оппонента. Соответственно, здесь все очень и очень просто. Ну, а что касаемо паладина, да, паладин тоже жесткий. И сейчас я считаю, что он является лучшим корпусом в мете нашей, да. И, ну, скорее всего, скорее всего, скорее всего его скоро занерфят. Но пока что нерфа нет. Заканчиваем на первом месте. 17 киллов, 3 раза я умер. Неплохо. Солидно, солидно, солидно. При том, что у нас были ребята, которые тоже старались набивать. Очочи неплохо мы себя показали. Давайте возьмем, попробуем бустера и запикаемся в ТДМ-очку. Вот здесь вот будет, я думаю, что уже поинтересней. И в очередной раз мне бы очень сильно хотелось бы видеть карту с большим количеством стенок. Борда, в принципе, ну, неплохо. Неплохо, неплохо. Могло быть, конечно, и получше, если бы это был, например, Дюссельдорф, да. Ну, в принципе, борда это тоже карта, на которой стенок достаточно, от которых можно рикошетить и наносить дополнительный урон по оппоненту. А вообще, идеально можно было бы разыграть этот вулкан в каком-нибудь туннеле и от туннеля накидывать урон. О, к слову, карта с туннелями. Карта с туннелями. Ну, давайте попробуем заодно. Работает? Работает или не работает эта темочка. Оп, по кому-то зарядил случайно, видели? Случайно там урончик где-то попал восьмым рикошетом. Офигеть, вот это я понимаю. Вот это приколдесик. Вот это чёткая темочка. Просто восьмым рикошетом по типу я нанёс урон. Классно. Не, ну если это так всегда будет работать, ну это, конечно, лютейшая имбища. Это просто рикошетовая имба, я бы сказал бы так. Рикошетовая имба. Пять киллов у нас уже есть. Из них у меня сорок очков. Это я двух противников уничтожил и двух просто где-то рикошетом зацепил. Их добили мои союзники. Прикольно? Я считаю, что это вообще великолепно. Как-то так происходит. Так, быстро ещё одного сбрили. Где-нибудь стеночку ищем над какой-нибудь отрикошетить. Но иногда лучше, конечно, не стены искать, а сразу по противнику накидывать. Это я уже так преувеличиваю. Но когда вот, например, ты едешь, да, и зажимаешь просто выстрелы вперёд, и при этом ты наносишь урон по оппоненту, по какому-то, просто рандомно, да, то есть ты даже его не видишь. Ты просто жмёшь пробел, потому что у тебя есть на это возможность. И если, например, на каком-нибудь твинсе ты будешь жать так же самое пробелы, либо на вулкане, не на этом устройстве, да, используя это же самое устройство на корпус, да, но, например, это будет адреналин у тебя, да, или там это будет поджог, либо ещё что-то в этом духе. Ты не будешь получать дополнительные очки. А тут просто на рандоме, на чистом рандоме, ты зарабатываешь ещё в копилку себе дополнительные очки. И это, конечно, очень и очень приятный бонус. Так, 14-1, о, 14-9 мы ведём, 14-1, это тоже неплохо, раскатал губу, 14-1. Так, какой-то Тесловод. Ну, наверное, так один в один, ну, не особо сильно будет, конечно, наваливать наше вооружение. Один в один где-то могут и переигрывать, и не будет супер-великолепно всё получаться. Но, ничего страшного, ничего страшного. Мы будем пробовать реализовывать свои лучшие качества этого вооружения. И они заключаются в очень простой вещи. А именно, вот в такой возможность. Офигеть, сколько рикошетов оно тянет? Нет, ой, чё, я попал по этому викингу? Каким-то пятым рикошетом? Офигеть. Так, ну киллов оно, кстати, на команду очень мало. Видите, опять 29 урона. Я даже не знаю где, где-то чё-то залетело рандомное. Где-то чё-то залетело, и я нанёс урон. Прикольно. Так, прожимаем овердрайв, чтобы скушать этого оппонента. Кто как-то очень много наносит урона, это Теслу. Теслу занерфили. А у него как будто она не занерфленная. Очень не кисло накидывает она у него. Так, пробуем тут нанести чуть-чуть. Разворотику даём. Чтоб Теслочку подзабрать. Хорошо, Теслу забираем. Ещё плюс. Здесь дополнительно по Титану. И здесь просто рикошеты какие-то рандомные пусть залетают. Чё-то, 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 чё-то. Линия какая-то. Рикошетов, кстати, довольно много работает. Довольно много рикошетов. Я думал, что их намного меньше. Я думал, что там три стенки... Три стенки и всё, как бы. И дальше рикошета у тебя нету. А там вот сейчас было где-то стены 4, может быть, даже 5 рикошетов, да, залетало. Это, конечно, очень приятный дополнительный бонус, когда оно так работает. Ну и вообще можно вот так вот, например, по уму сыграть, да. Противник под тебя не открывается. Ты ему просто рикошетик красиво оформляешь. Там проверочку дал, тут проверочку дал, хоп-хоп. Тут накидочку от стеночки красивую замутил. Да, то есть накинучку, хоп-хоп-накидочку, хоп-красиво. Под сейвик встал. И накидываешь урончики дополнительно так вот от стеночки, там ещё где-то. Ну, прикольно, прикольно. Кстати, у противника, мне кажется, то же самое устройство, что у меня, нет? Или это всё мои рикошеты? А, нет, у него устройство обычное, на поворот башни. А мне что-то показалось, что у него тоже такое же самое устройство интересное. Но с бустером, кстати, поинтереснее работает, я вам скажу. Вам особо всё равно двигаться с этим устройством не надо, бегать там по карте. Никакого особо смысла нету. И бустерочек реализует вот этот дополнительный урон на ура. На ура, за полбоя у нас уже 300 чечи есть в ТДМке. Я считаю, что это очень хороший результат. Да. Пробуем сейчас вот этого викинга набрить. До сих пор у этой Теслы был дополнительный урончик. Мы пробуем её слить. У неё вообще 0 хп должно было остаться. Единственное, что ещё может быть с этим устройством, это то, что когда-то вы можете уничтожить самого себя. Но это, наверное, сложно сделать 20-м рикошетом. Но по идее, да, по идее, шанс этого, я думаю, что есть. Что вы можете случайно себя уничтожить за счёт рикошета, который по итогу прилетит именно на вас. Мне кажется, что это может сработать. Один из минусов, так сказать. Этого замечательного устройства. Но пока я с таким не сталкивался. Соответственно, у нас всё работает очень и очень круто. Ну и паладин тоже. За своей возможностью пробития оппонента. Это тоже очень хороший, приятный бонус. Так, шафт меня целится. Мне бы найти рикошет, чтобы его слить. Не вставая под прицел, я его не успел найти. Блин, быстро меня здесь молот принял. Но у нас всё получается в этом бою. Единственное, что досрочки не будет. Может, оно и к лучшему. Заодно посмотрим, сколько кристаллов можно заработать. За такую катку на подобном вооружении. Ну, смотрим, как урон улетает. Хорошо, хорошо, хорошо. ХП-шка слетает прям прекрасно. Прекрасно хп-шечка уезжает. Я даже думал, что может быть и меньше уходит. Ну, вроде как работает, как дефолтный вулкан. Только у тебя ещё есть дополнительная возможность рикошетов по оппоненту. Да? Ну, вот так вот, да? Просто по хорёчку. Просто по хорёчку залетает. Вот так вот прекрасно. Просто не то, что даже прекрасно. Великолепно залетает. Бомбически залетает. Супер. Просто супер. Мне нравится. Я не знаю, почему я не использовал раньше это устройство. Почему я считал, что адреналин прекраснее и лучше. Но сейчас я для себя понимаю, что скорее всего, если у вас карта вот примерно такая, да? Ну, на которой вообще, то есть, нет прямой дистанции, да? И всё, да? То есть, нету никаких стенок. Может быть, где нету стенок, то понятно, будет интересней работать адреналин. Но с этим устройством, да, вот имея вот всякие такие карты, где есть дома, стенки, вы на постоянной основе можете зарабатывать дополнительные очки от того противника, которого вы даже не видите в поле своего зрения. И это, конечно, очень жёстко, да? То, что рандомно залетают по двадцатке, там тридцатке урона. Кажется, малейший урон. Но этот малейший урон по итогу вам приносит по пять очков. Да? И каждые вот эти вот дополнительные пять очков превращаются потом в очень прекрасную, красивую сумму очков и по итогу кристаллов за бой итоговый. Это, конечно, не может не радовать. Ну, давайте попробуем сделать тысячу в этой катке. Я не знаю, насколько это реально, тысяча в ТДМе. Но мне кажется, что у нас шансы на это есть. У нас уже тридцатка киллов, осталось ещё шесть минут. Будем стараться делать её. Будем стараться сейчас просто гонять за противником по респу и накидывать по нему урон чип. Это вот, конечно, Тесла очень сильная и порой мне доставляет большое количество неприятностей. Но ладно, ладно. Будем считать, что я её особо даже и не видел. О, видите, какой интересный рикошет можно найти. Такой вот рикошет можно найти. Просто даже не зная этого, рикошеты сами себя находят. Прекрасно. И угол ещё у вулкана стал жёсткий. Блин, ну это вообще просто идеальная бомбочка. Идеальная бомбочка. Вот этот оппонент сразу за мной хочет. Сразу выезжает за мной. Сразу хочет меня уничтожить. Так, ну что? Пять минут. Мы можем даже успеть ещё досрочку сделать в этой катке. Можем даже успеть досрочку сделать. Она будет, конечно, минимальная. Но успеть мы её сделать можем. 35 килов. Давайте, короче, поставим себе цель 50-ку сделать. До 50-ки. Успею я доехать или нет? По идее, успеваю. Ну, либо 1000 очков. 50 килов, либо 1000 очков. Если что-то из этого мы делаем за этот бой, то это будет очень хороший результат. Поэтому сейчас давайте немножечко запотеем. Уаспик живучий какой. Да у него силы сколько? А, у меня бедушка на кд ушла. Тогда я не удивлён, почему я его не слил. Без ДД, конечно, такое. Если так, где-то тут был тиммейт. Я думал, что это оппонент. Я уже искал рикошет, чтобы его слить. Это оказался наш тиммейт. Так, пробуем сейчас вот этого молодого. А, я не успел его сбрить. 36 килов. 900 процентов овердрайва. Сейчас попробуем его прожать. Где-нибудь, например, здесь. Ближе к вражескому спауну. Да, пока катите даже. Вот, просто ищите себе какой-нибудь дополнительный прострельчик. Кстати, вот этот молодой человек овердрайв не вязал уже очень давно. Есть ощущение, что он не знает про то, что у него есть овердрайв. То, что его можно завязать. Есть такое ощущение. Ощущение у меня есть такое. Пробуем вот этого забрать. Молодого человека. Но бустер и возможность всегда иметь ДД. Это, конечно, очень приятный бонус. Там очень приятный бонус. 40 килов. 40 килов, 3 минуты. Либо 23 килла до конца. Да, это, скорее всего, будет уже досрочка. Скорее всего, это будет досрочка. Так, что-то где-то рикошет какой-то нашел интересный. Где-то что-то залетело. По оппоненту. Рандомочка. Какая-то интересная. Интересная работала. Так, здесь купол. Здесь шаунд без купола стоит. Его пробуем сливать. По васпику сразу. Добавочка по васпику. Была, но он выжил. На минимальном, я думаю, что количестве здоровья выжил. Двух пассажирчиков быстро уничтожили. Вот этого третьего можно сейчас. Хорошо. Третьего уничтожили тоже. 44 килла. 6 киллов мне надо из 13. Из 13... Наверное, это можно сделать. Если очень сильно постараться. Раз есть. Два будет. Нет. Два у меня с... Кому не издели. Так. Тесла. Сильная какая-то Тесла. Ищем сразу пару рикошетов, чтобы дополнительные очки поиметь. Ну, потому что я все равно не убил бы эту Теслу. А вот дополнительными рикошетами по пятерочке... Это очень и очень приятно. Видите, троих противников слили. Мне сразу, хоп, пятнашечку очков дополнительно дали. Это как один килл мой был бы. А я бы этого противника уничтожить не успел бы. Соответственно, я что сделал? Получил дополнительный, бесплатный, приятный бонус. Так, 4 килла. У нас 3 осталось. Ну, понятное дело, что я уже походу не успел. Если только никто-то не уничтожится. Нет. До 50 не дотянул. До 1000? До 1000 тоже не дотянул. 930 очков. 49 киллов. На такой комбине. TDM очки. То есть, треть киллов своей команды я сделал. Очень солидные цифры. И по кристаллам. 5000. Если бы это были бы у нас повышенные фонды. Ну, еще одни дополнительные. Выходные бы дни были бы, да. То я бы с этой катки десятку, десятку красивую, десяточку бы получил. Бомбово. Я считаю, что это очень и очень бомбо. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по этому устройству. Если оно есть у вас и вы его используете. Интересно было бы узнать вашу точку зрения. Да. Нагибает оно или нет. Я считаю, что оно на данный период времени лучше адреналина. И его реально стоит использовать. Не знаю, как я до сих пор до этого устройства не дошел. Поддерживайте видео с лайком. Подписывайтесь, друзья, на канал обязательно. Если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также, друзья, конечно же, не забывайте о том, что у нас сейчас проходит конкурс для всех тех ребят, которые подписаны. Ну, вернее, даже не то, что подписаны, а имеют тег создателя контента TeamPay. Это мой личный тег создателя контента. Если он у вас стоит и вы оформили какую-то покупочку, то сразу же переходите в описании. Чекайте ссылку на форму, заполняйте ее и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok